Спокойно, спокойно, молодец, дыхай, дыхай, все нормально, все можно Папе отправлять сразу, класс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И Миша трет картошку на драники, ты молодец Вот так, вот так, молодец, умница С дедулей Все, молодец, стой, давай, ой-то, пальчики только аккуратно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С помощью правильной пенки вообще не хочется пропускать Никак, главное, вот эти все проблемные зоны Хорошенечко, хорошенечко оттирать, массажировать, чтобы все вот это вот выходило Два раза в день, стабильно Это для тех, кто переживает, что ухаживаю ли я за своим лицом или нет Раз уж вы хотите этого видеть, я вам буду это показывать Вот так вот Массаж, ну вообще двумя руками, а потом тоник обязательно И крем от солнца тоже обязательно На лес обвал, на лес обвал Вот так вот Да ты проживаешь спину Я боюсь вам Нет, нет Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, кто знает, что это такое, обязательно пишите в комментариях Скажу сразу, что это очень вкусно Несмотря на то, что это выглядит не очень, наверное Вот это да Вот это да Вегетарианцев Просим отойти от экрана И не смотреть, да, папа? Это уже наполненное Соединять, потом связывать Все, готово, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с запахами, с вкусами, со звуками. Где-то рядышком. Сейчас сходили, покупались, вода ледяная. Где-то градусов, не знаю, может, меньше 15. Но дети купаются, нормально. Я уже вам рассказывала. Я тоже купаюсь. И ощущение потрясающее. Для меня это сразу так, ногти не смотрите. Потому что я сейчас немножко кое-что собирала тут. После холодной воды реально такой релакс, такое успокоение, такой покой на душе. Как будто для меня это ровно, как будто я неделю отдыхала. Серьезно. Вот хорошенечко так поплавать в холодной воде. Не балуясь, не прикалываясь, не с детьми. А вот именно я отправляю прям уже всех домой. И сама еще остаюсь. И такое удовольствие потрясающее. Просто обожаю. Поэтому, если есть возможность, пробуйте. Если нет противопоказаний. Ну что, скоро, конечно же, скоро лететь. С одной стороны, очень хочется, с другой стороны, нет. Почему нет, объясню. Потому что это возвращение во взрослую позицию. Позицию мамы, жены. А здесь, как ни крути, хоть позиция мамы преобладает, но все-таки периодически появляется такая позиция ребенка. Потому что мама-папа. И иногда можешь себя почувствовать хотя бы в каких-то мелочах ребенком. Возвращение такое в детство. Это классно. Но не часто. Уже не часто. Потому что родители, понятно, что пожилые. Поэтому все-таки во взрослой позиции я больше всего нахожусь. Но все равно. Приятно. Кайфово. И однозначно поняла для себя. Вот прямо на 100%. Когда вы спрашиваете, как успокаиваться. Как останавливать вот эту тревогу на душе. Я для себя ищу. Знаете, мы все разные. Хотя, с одной стороны, как будто бы одинаковые. Но у каждого какие-то свои ключи к себе. К своему сердцу. К своей душе и так далее. У меня вот один из ключей. Как успокоиться. Как найти себя. Как расслабиться. Отдохнуть. А для меня это природа. Вот честно. Природа и иногда даже физический труд. Когда ты хорошенечко поработаешь. Когда ты чувствуешь прям каждую свою мышцу. И как она устала. Вот эта молочная кислота начинает. В общем, все болит. И когда ты ложишься в кровать. Ты понимаешь, боже, как чудесно. Просто отдохнуть. Просто полежать. Выпрямиться. И просто вот наслаждаться. Вот прям вот да. Поэтому, когда у меня возникает идея и мысли о том, что когда-нибудь, может быть, когда я с работы много денег, я смогу открыть какой-то пансионат. Это будет, не знаю, школу. Я не знаю, как это называть. Где люди могут реально приезжать. Это будет место в красивейшем каком-нибудь природе. На красивейшей природе. И люди смогут приезжать. И где с людьми будут работать психологи. Будет йога. Будет правильное дыхание. И где люди даже смогут реально что-то делать физически. То есть возвращаться, заземляться. Возвращаться в свое тело. Чтобы его почувствовать, его нужно напрячь. А мы мало напрягаем тело, согласитесь. Особенно те люди, которые живут в городе. Мы выходим из дома, садимся в машину. Или там тоже метро. Доезжаем до работы. Офис. И опять в кресло. И возвращаясь домой, та же дорога. И мы движемся мало. Поэтому мы вылетаем. У нас мало вот этого заземления. И мы как будто у нас нет границ. Когда у нас нет границ, тогда у нас большая тревожность. Тогда мы не чувствуем никакой опоры. Потому что мы витаем где-то. Мы летаем. Мы не чувствуем своего тела. А тело это основная наша опора. Помимо каких-то там талантов и так далее. Если брать уже психологически. А вот физически реально наше тело это наша опора. И чем лучше мы его чувствуем, тем лучше мы себя чувствуем и ощущаем. Поэтому вот реально физический труд это тоже один из моментов, который реально возвращает вас в себя, заземляет, приземляет и дает вам какую-то опору. То есть параллельно с этим тревожность уменьшается. Поэтому либо спорт, либо какой-нибудь физический труд. Если есть куда-то поехать и что-то потрудиться, что-то поделать, вперед. Это тоже один из способов. Природа. Холодная вода для меня. Вот физический труд. Либо спорт, обязательно растяжка. Когда вы чувствуете, прям вот чувствуете, как ваша кровь по телу идет, как все ваши суставы, мышцы, сухожилия начинают тянуться. Для меня вот это йога. Это просто фантастика. И не так давно я открыла для себя еще цигун. Это интересная философия плюс тело. Тоже классная вещь. Тоже я бы, конечно, еще только в начале пути, но интересно это все. И плюс возвращать контроль над мыслями – это медитация. Опять я уже об этом говорила миллионы тысяч раз. Медитация. Учимся медитировать, и вам тогда будет проще контролировать вот эти негативные мысли, которые постоянно бьются в голове, особенно ночью. Я уже сотни тысяч раз об этом говорила. Повторюсь еще раз, потому что это моя работа. И мне хочется реально, чтобы чем больше людей научилось вот это все делать. И тогда вот вы посмотрите, как жизнь прекрасна. Несмотря на трудности, а несмотря на то, что происходит вокруг нас и у кого-то рядом, у кого-то совсем рядом, у кого-то в семье, все равно можно найти вот эту опору, все равно можно найти те минуты, которые делают вас счастливыми. И растягивать их, и преувеличивать количество этих минут. Потому что наше счастье в большей степени зависит все равно не от кого-то, а именно от нас. Не ждите, что кто-то вам сделает какой-то сюрприз, или подарит что-то, или прям вот сделает приятное. Либо говорите это человеку, что вы от него это ждете, либо же делайте это сами. Потому что человек вашу мысль не читает, никто вашу мысль не читает. И вам кажется, вы намекаете, и это все понятно, но нет. Не понятно. Поэтому для этого нам и данный язык, и род, не только чтобы есть, а чтобы объяснять людям, окружающим, что вам что-то не нравится, или наоборот нравится, или чего бы вы хотели. И говорите, почаще говорите, и выслушивайте. Это тоже очень важно. Это прям вот 50 на 50. Вы говорите, и 50 это вы слушаете внимательно, и стараетесь понять вашего собеседника. Наговорила сейчас три короба, на самом деле, но это действительно важные вещи. Важные вещи для жизни каждого человека, для счастья, для умиротворения, для покоя, чтобы убавить вот эту тревожность, вот эти негативные мысли. Это и есть путь к блаженству. Я не знаю, как это назвать, на самом деле. Многие пишут, конечно, тебе там легко, у тебя все хорошо, у тебя все спокойно. Друзья, я такой же человек, как и бы, я такая же женщина, и у меня, я бы сказала, такие же проблемы, а может быть и больше. Даже не вот можно тут поспорить. И многое я прожила, и через многое я прошла. Всего хватало, просто такие вещи, которые не рассказываются на широкую публику. Хотя кто-то отваживается и говорит об этом. Вот, поэтому хватает, опыт у меня большой. Но я все это прошла, и я считаю, что это не какие-то, ну да, это травмы психологические, как говорят в психологии, но я их называю опытом. Это мой опыт, который сделал меня такой, какой он меня сделал. И благодаря этому опыту я становлюсь умнее, мудрее, талантливее даже и смелее. Потому что когда мы проживаем, правильно проживаем свои травмы, то у нас нет вот этого страха, что опять что-то случится. У нас нет вот этих фобий, да, что снова со мной может это случиться. У нас появляется смелость и мудрость. Но опять-таки, если у вас, если мы правильно проживаем вот эти такие сложные ситуации и времена, поэтому учитесь проживать их правильно, либо читайте книги, сейчас очень много литературы, либо идите к психологу, либо, не знаю, к человеку, у которого вы можете чему-то поучиться, обязательно приходите. И будет вам намного-намного легче и приятнее жить эту такую коротенькую жизнь на самом деле, но очень-очень насыщенную. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Продолжение следует...